Здравствуйте! Я, Оливия Тимива, буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Сказочный городец. Выставка предметов из дерева открылась в Щелковском историко-крывическом музее. Муха-муха-цокотуха. Яркий спектакль показали в ДК биокомбината. Подготовка к душоновским маневрам 2017 продолжается. Сегодня расскажем о реконструкторах-участниках. Он жить торопится и чувствовать спешит. А какие строчки из романа в стихах Евгений Онегин знают наши жители, расспросим в культ просвете. Вновь приехал порадовать зрителей творчеством. Концерт Валерия Леонтьева прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Уникальная в своем роде выставка «Сказочный городец» открылась в Щелковском историко-крывическом музее. Лучшие традиции искусственных мастеров, виртуозно владевших топором, переданы в экспонатах, среди которых игрушки, донца и резные деревянные скульптуры. Настоящие сказочные истории оживают на глазах посетителей выставки «Сказочный городец». Здесь можно увидеть невероятной красоты деревянные экспонаты, среди которых игрушки, донца, резные картины и многое другое, что несет в себе частичку древнерусской культуры. На выставке представлены экспонаты мастеров городецкой художественной работы с деревом. Один из таких мастеров Сергей Федорович Соколов. Сегодня он главный хранитель городецкой художественной работы. Резьбой по дереву он начал заниматься в 90-е годы. Начинал с небольших деревянных скульптурок, осваивал нижегородскую глухую резьбу. Мастер делает целую серию чудесных игрушек. Забавные лошадки с лихими возницами, движущиеся карусели, барышни, скромницы, зайчики, коты. Игрушки Сергея Федоровича очень выразительны и по форме, и по цвету. Вот эти художники помогают нам взглянуть, как сказать, нам, современников, на ту историю нашей страны, на ту историю Руси, буду таким глобальным, Россия. Человек, он как сосуд, если из него берут, он должен чем-то наполняться. И мне кажется, наполняться человеку Божьему, человеку, поскольку, наверное, может, приходя в наш музей. Потому что он может здесь и касаться душой, и касаться всеми органами чувств, самое прекрасное, но которые создают замечательный продукт цвет. Перед глазами посетителей предстают резные красочные панно на липовых досках, деревянные скульптуры, игрушки. В работах мастера прослеживается и дан традициям, и истории, и определенная современная ирония. Все, что можно было сделать и освоить, то, что было накоплено предками, сейчас мы для этого воплощаем. Но мне хочется желать, чтобы мы какое-то время все-таки были детьми, и, наверное, радости и веселья, есть такая, да, пословица. Кто веселит, за того и свет стоит. Мы вам всего этого желаем. Зная работу нашего музея, вот, как они чувствуют ритм жизни, да, и они, конечно, подготовили эту выставку вместе с коллегами, которые мы очень признательны за эту выставку, таких работ, да, и ребята из лагерей с дневным пребыванием, из наших загородных лагерей, наверняка, обязательно пустят эту выставку. Это очень важно, потому что у них это время должно быть насыщено не только просто гулять, просто отдыхать, но и созерцать, смотреть, наблюдать и приобщаться к искусству, к красоте. Открытие выставки, как всегда, сопровождалось выступлением гостей, артистов и еще одним приятным моментом. Выставка «Сказочный городец» уникальна не только представленными экспонатами, но и тем, что на открытии можно было отведать самый настоящий печатный пряник. Очень вкусно. Все ближе и ближе одно из главных событий культурной жизни района. Душоновские маневры 2017 пройдут 1 и 2 июля на поле села Душонова. Сегодня расскажем об участниках фестиваля, реконструкторах, воссоздающих эпоху Великой Отечественной войны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность номер один в молодежном клубе «Ровесник». К ней первый год проходит занятие клуба реконструкторов. Для того, чтобы близко познакомиться с историей периода Великой Отечественной войны, сюда приходят ребята, школьники и под руководством опытных и увлеченных своим делом реконструкторов готовятся погрузиться в военные года. Сами шьют костюмы, сами учатся выстраивать тактику боя. Благо, реквизит помогает воссоздать те годы. Каждый здесь по-своему пришел к занятию реконструкции. Я попал на фестиваль случайно, ехал по дороге, смотрел, люди стоят. Посмотрел, люди в форме, Красная Армия, немецкая, вермахта. Реконструируют события какого-то определенного боя. Я посмотрел, мне стало интересно, заинтересовался, спросил, как можно попасть к вам, как можно поучаствовать. И в итоге так вот вылился, познакомился с агинскими ребятами, которые занимаются реконструкцией. И начал к ним приезжать на мероприятие. А потом Щелков познакомился с товарищем из Вантеевки. Щелков, у нас ребята есть. И мы стали объединяться и участвовать уже все вместе. И самое интересное, что когда идет подготовка к какому-то фестивалю, и ты знаешь период, ты знаешь место боя, время боя, ты начинаешь выискивать какой-то характер, который мог бы быть в то время, в том месте. И подготавливаешься настолько, чтобы это соответствовало тому периоду. Еще один увлеченный реконструкцией человек помогает ребятам познакомиться с техникой, а конкретно с мотоциклами. Юрий Горшков реставрирует мотоциклы в его гараже, три военных М-72. Улетаем на реконструкцию, у меня полеметчик сидит. Мы реконструируем отделение моторазвежки. То есть погибаем практически сразу в бою, потому что разведка идет спореди. И на этих мотоциклах открываем парады. То есть я уже открыл там более пяти парадов. Подготовка к событию порой важнее, чем само событие. Именно в этот период навыки и опыт в полной мере накапливают самые юные реконструкторы. Для многих ребят, которые занимаются в клубе «Ровесник», участие в реконструкциях стало любимым занятием. Мне очень нравятся военные направления и все, что связано с этим. А эта реконструкция – это небольшая часть, то, что может помочь как-то восстановить свое воспоминание, даже, наверное, сказать, понять что-то из годов войны. Афанасов Артем по сценарию участник боевых действий. Его задача – идти в наступление. Юноша прекрасно понимает свою миссию, как солдатскую, так и гражданскую. Мне нужна сила духа. Это важнейшая часть любого солдата. Это должна быть любовь к родине. И человек должен знать, что за ним стоит народ и что от него зависит судьба людей. Несомненно, под руководством этих увлеченных людей дело реконструкции будет жить и процветать. А увидеть выступление реконструкторов можно будет 1 и 2 июля. Не пропустите. Спектакль «Муха-Цокотуха» с успехом показали зрителям. Премьеру готовили более полугода. Совместное творение народного молодежного театрального коллектива «Балаган» и коллектива «Выкрутасы» получило не только гран-при фестиваля «Игра и актер», но и теперь уже своих верных поклонников. Порадовали новым творческим подарком – спектаклем «Муха-Цокотуха». В Доме культуры поселка Биокомбината коллектив увлеченно трудится на поприще театральных постановок, с успехом проводит различные мероприятия. Но конкретно эта постановка стала необычным и очень ярким событием в жизни как самих постановщиков и артистов, так и для зрителей. Воплощали мы эту идею театральный коллектив «Балаган» народный, молодежный, а также наш коллектив «Спутник» «Выкрутасы» – наши маленькие подрастающие актеры. И все это мы творили и пытались сделать для того, чтобы показать нашим зрителям полгода. Я думаю, что у нас все получилось очень здорово, потому что премьера была у нас на фестивале «Играя актер» в этом году, и мы заняли гран-при фестивале. Идея поставить знаменитую сказку Корнея Чуковского про муху, которая пошла на базар и купила самовар, пришлась по душе коллективам Дома культуры. Сам спектакль, по словам режиссера Николая Селиверстова, весьма эклектичен и сочетает в себе музыку, танцы и актерскую игру. Идея была создать скорее мюзикл, чтобы он был интересен и детям, и взрослым. Попытались сочетать шутки, которые будут понятны и маленьким детям, и также будет интересно смотреть их родителям, потому что обычно, если детский спектакль, то родители сидят, им неинтересно смотреть. Поэтому мы пытались это сделать, и судя по отзывам, которые были после фестиваля «Играя актер», у нас это получилось, нам об этом говорили жюри, которые смотрели этот спектакль. И я думаю, что зритель, который пришел сегодня на этот спектакль, получит огромное удовольствие. Яркие костюмы, фееричные танцы и выразительная игра артистов – все это, несомненно, гарантировало успех у зрителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы очень рады, что сегодня у нас полный зал. Мы очень волнуемся и надеемся, что сегодня премьера на наше поселение, и в будущем мы на Щелковский район еще раз всех удивим, всех порадуем своим творчеством. Порадовали еще как. Судя по реакции как самых маленьких, так и взрослых, муха-цокотуха произвела настоящий фурор. В рубрике «Культ-курьер» расскажем о событиях культурной жизни района. Самые сыгранные, самые профессиональные, самые виртуозные. В театральном концертном центре Щелковский драматический театр состязались оркестры и межрегиональный фестиваль. Конкурс духовых оркестров «Биват Щелкова» привлек внимание зрителей и профессионального жюри, которому предстояло выбрать лучших. В конкурсе приняли участие 8 музыкальных коллективов. Губернаторский оркестр, оркестр города Истра, оркестр города Волоколамск, Томми-бэнд, город Люберцы, оркестр города Одинцова, военный оркестр учебного центра железнодорожных войск, поселок Загарянский. И, конечно, духовой оркестр театрального концертного центра города Щелково. В Африаново состоялся 6-й московский областной конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей». На этот раз конкурс собрал более 300 вокалистов, классиков и народников со всего Подмосковья. Всегда светло и радостно от того, что мы в преддверии, в предвкушении замечательных конкурсных фестивальных процедур, где участники смогут порадовать нас своим творчеством. Я хочу сказать искренние слова благодарности за поддержку Министерства культуры Московской области. Особые слова благодарности сегодня я хочу выразить руководству городского поселения Фрианово, которые из года в год делают все возможное и невозможное для подготовки фестиваля на уровне и районном, и областном. Раз в год в селе Рязанцы проходит этот конкурс в честь одного из самых выдающихся композиторов первой половины XIX века – Александра Алябьева. Не случайно именно здесь у памятника композитору находится главная площадка этого праздника искусства – День Великого Алябьева, оставивший огромное музыкальное наследие. Оперы, водевили, кантаты и, конечно, вокальные произведения. Многое связывает с этим живописным тихим селом. Именно здесь сельской церкви он венчался и здесь же нашел вдохновение. В Рязанцах был записан знаменитый роман с получившей славу не только в России, но и за рубежом – любимый всеми соловей. 6 июня отметили Пушкинский День России. Так во всех уголках Щелковского района прошли мероприятия в честь великого русского поэта. Возле памятника Александру Пушкину состоялся праздничный концерт. Его литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни. Сказки знакомы с детства, а в школьные годы мы изучаем его поэзию. «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или мечтали, мой читатель, где некогда бывал я, но вреден север для меня». В этом году исполнилось 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича. Уже по традиции у памятника поэту состоялся праздничный концерт. На сценической площадке звучала поэзия, были показаны отрывки из сказок. «Петер по морю гуляет, и кораблик подгоняет! Ура! Он бежит себе волна на поднятых парусах! Мимо острова Крутого, мимо города Большого! Пушки с пристани поля, тут уж кораблю пристать велят!» Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. «Онегин» был, по мнению многих судей, решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант, без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка. С ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. А какие строчки знаменитого романа в стихах Евгения Онегина знаете вы? Спросим в «Культ просвете». Ну что за человек Евгений Онегин? Затрудняюсь, ответьте честно. Не знаю, не знаю. Не, ну слышать слышал, не читал. Он благородный, я считаю. Да? Да. А почему благородный? Он же девушке на письмо не ответил. Может, он спас ее тем самым. От чего? Не знаю. От жизни несчастной? От жизни несчастной, да. То есть вы уважаете Анис? Да. За честность? Конечно. Я вам пишу, чего же воли, что я еще могу сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Отлично. Это письмо? Письмо Татьяны. А скажите, пожалуйста, как относитесь к персонажу Онегина? Вот кто он, какой он? Вы знаете, когда мы проходили это в школе, отношение было одно. Но сейчас, когда уже по стечению времени, ты уже понимаешь, что он человек своего времени. Да. Вот именно то время рождало вот таких вот людей. Ну, не знаю, но он немножко ветреный, вот, такой вот сам для себя, как бы немножко эгоист. По-моему, не немножко. Вот, поэтому мужчины такие не очень ценятся. А вот Онегин, на ваш взгляд, какой человек? Веселый, добрый. Да? А то, что он девушке отказал в письме? Ну, девушке, это девушка. То есть нормальный человек? Ну, девушке отказал, ну и что? Ну, а в общем, что? Из лучших побуждений, значит. Да? Да. То есть уважаете Онегина? Ну, мне, да, нравится человек. Мне нравится произведение? Да, произведение, потому что нравится. Гениальный в своей простоте, отражающий характер и время. Роман в стихах Евгений Онегин, пожалуй, одно из лучших произведений Александра Сергеевича Пушкина. Так кто же он, Евгений Онегин? Герой ли он своего времени? Или человек, заблудившийся в собственных иллюзиях? Сам Пушкин весьма неоднозначно относился к своему герою. То и дело, в строчках проскальзывают такие характеристики, как повеса, поверхностный и другие. Евгений Онегин – блестящий столичный аристократ, последний отпрыск знатного дворянского рода. И потому наследник всех своих родных. Один из них – это престарелый дядушка, в чью деревню отправляется. Он в самом начале романа. Он ведет жизнь праздную, беспечную, независимую, полную изысканных наслаждений и разнообразных очарований, как, собственно, и положено отпрыску знатного дворянского рода. Он жить торопится и чувствовать спешит. Онегин развлекается всеми способами. Посещает театры, балы, дружеские ужины, светские обеды и так далее. Но вскоре герой разочаровывается во всем. Его охватывает хандра. Причина тоски Онегина – его душевная пустота. Внешний блеск героя указывает на внутренний холод. Его язвительность говорит о высокомерии и презрительности ко всему миру. Онегин сам осознает свою душевную инвалидность. Надеясь развеять тоску, он едет в деревню к заболевшему дяде. Здесь он знакомится с Ленским, который представляет его семье Лариных. Татьяна Ларина влюбляется в Евгения Онегина и признается ему в своих чувствах. Встреча с Татьяной что-то затрагивает в холодной душе, но Онегин отказывает девушке, говоря о том, что не создан для любви и семейной жизни. Спустя некоторое время оскорбленный Онегином Ленский вызывает героя на дуэль, где погибает от его руки. Гебель юного Ленского потрясает Онегина. Он уезжает путешествовать. В конце романа Онегин появляется вновь. Он прибывает в Петербург, где встречает вышедшую замуж Татьяну. Увидев блистательную княгиню, Онегин открывает в своей душе способность искренне любить. Письмо, которое он пишет Татьяне, подтверждает это. Не получив ответа, Онегин в отчаянии принимается читать без разбора, пробует сочинять. Но если в деревне он читал по обязанности, от скуки, то теперь от страсти. От страсти он совершает и неприличный по тем временам поступок. Посещает Татьяну без предупреждения в ее уборной. Пустота героя начала заполняться сильным чувством, жизнью сердца. Отказ Татьяны перешернул все надежды Онегина, но в то же время произвел в нем переворот всех его мыслей и душевных чувств. Финал романа остается открытым. О дальнейшей судьбе Онегина, переродившегося благодаря любви, можно лишь догадываться. Щелковский районный культурный комплекс принимал народного артиста России Валерия Леонтьева. Артист представил зрителям великолепную программу, в которой невероятно динамично и искусно сочетался профессионализм и традиции эстрады и современный яркий антураж. В районном культурном комплексе с успехом прошел концерт Валерия Леонтьева. Зрители в полном восторге. Яркие популярные хиты, великолепная энергетика – это то, чем сегодня заряжалась Щелкова. Народный артист России Валерий Леонтьев не впервые приезжает в Щелковский районный культурный комплекс. Здесь его концерту собирают полный зал, и это неудивительно. Артист – легенда российской эстрады, исполнитель огромного числа популярных песен. Все и не перечислить. А еще он – интеллектуал с прекрасным чувством юмора, которым наряду с песнями щедро делился со зрителями. Вообще, я сегодня делаю небольшую экскурсию по песням, по годам, по векам. По векам вы не озлышились, потому что не все из тех, кто начинал петь в 20 веке, допели до 21-го. Я один из этих динозавров. На протяжении всего концерта артист не раз спускался в зал, общаясь с публикой. Номера покоряли и удивляли высоким уровнем постановки, яркими костюмами, идеи которых, кстати, принадлежат самому артисту. Поностальгировать, потанцевать, подпевая Валерию Леонтьеву пришли и приехали поклонники из совершенно разных городов и разного возраста. Многие выразили надежду еще раз увидеть и услышать любимого артиста в Щелковском районном культурном комплексе. Тебе понравилось? Очень. А что тебе понравилось? Мне понравилось, очень понравилось все. Он очень довольный, он такой милый, такой милый остался. Он молодец, он качественный, он... Наш, настоящий. Хорошая песня, ведь теплый зал. Дюшевный. Теплый зал. Зал сегодня просто. Как будто вот мини-крем. Мы ходим в студии. Мини-крем, а это точно. Полный зал, полный цветок. Теплый такой. А цветов сколько. Костюмы, свет, все было шикарно. Спасибо огромное Валерию Яковлевичу за прекрасный концерт. Делитесь впечатлениями от концерта. Вау. Когда я училась в университете студенткой, впервые была на концерте Валерия Леонтьева. И вот уже, наверное, почти 40 лет я мечтала попасть еще раз. Мечта существовала. Я его вообще поклонница, уже, наверное, действительно сколько, наверное, как 45 лет. И вот приехали с Туркменистана, и я такая счастливая, что просто даже слов нет. Просто отчасти даже не знаю. Мне очень понравилось, это было супер, мне очень понравилось. На этом все, и как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Субтитры создавал DimaTorzok